так всем привет и сейчас мы продолжим предыдущий урок по созданию скроллшутера на лазарус в прошлом занятии у нас получилась вот такая заготовка со скроллирующим фоном и игроком анимированным сейчас нам нужно добавить выстрелы фоновые островки и врагов ну естественно и как это взаимодействие пульс врагами хотя бы вот ну должны быть подготовлены изображение для этого дела вот у нас три острова я обозвал их граунд вы можете назвать их island не знаю вот что еще нам понадобится пуля балет да вот ну что открываем свои лазарусы прошлый проект открываем и добавляем да кстати я еще заметил что море я неправильно написал в прошлом занятии она таки пишется вот так вот ну ладно я не буду исправлять а вы как истинные знатоки английского можете изменить добавим для начала эти самые островки или землю это новый класс следующий из t animate вот и с дополнительной процедурой move почему animate потому что у нас объект острова будет содержать себе три варианта графики и рандомно значит себе его выбирать при генерации вот но при этом мы не будем вызывать его метод next frame и поэтому мации происходить не будет control shift c и на move мы значит пишем вот отсюда скопируем так ну наверное даже креет еще ему надо добавить чтобы на создание у него рандомно выбиралась выбирался текущий кадр то есть три варианта от нуля до двух у нас значит пусть будет минус рандом шестьсот минус пятьдесят икс дом шестьсот перемешаем случайные варианты ну как то так то есть у нас остров движется со скоростью фона воды и и когда заходит за черту рандомно появляются в позициях нуля до шестисот по иксу и от минус пятидесяти до минус шестьсот пятидесяти по игреку так добавим графику массив объектов раз их будет три ой грузим графику для земли граунт так и затем создаем три объекта остров островков рандом шестьсот шестьсот минус рандом шестьсот минус пятьдесят и графика grp максимальное количество кадров два ну от нуля до двух также еще создаем два таких же объекта в массиве ground на рисование мы рисуем острова позже воды но перед игроком игроком давайте проверим что у нас получилось какая долгая компиляция удивительно просто удивительно просто удивительно но уже что-то типа того конечно можно это реализовать и по другому типа чтобы объекты островов создавались по отдельному таймеру пусть будет у нас так так дальше добавим новый класс пули на следующий есть статик потому что у нас тут нет анимации для пули но если оно у вас есть то вы конечно значит уже наследуете и в таком случае от это не имеет у него процедура движения тоже у минус 5 если у меньше нуля это чтобы за фон нормально улетело и не видно было то 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 ничего это мы будем в другом месте делать так что нам еще нужно нам нужно переменную шут пули ановского типа и значит задержка 0 на создание шут значит false задержка 0 если мы нажимаем пробел то у нас во первых шут true во вторых задержка нет задержку мы не будем трогать тут если мы отпускаем пробел то у нас шут false и задержка 0 так добавим новую новый массив еще типа т балет графику для него так что у нас еще грузим графику и добавим новую процедуру процедуру с т 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 мы будем искать в массиве объектов буллет пуль если там ничего нет можно создать новую пулю ф т т т т т Пока, значит, у нас k равно 0, делайте. Так, если, значит, массиве по i ничего, никакого объекта нет, то, значит, то начать сдать пулю player get x player get y пик минус k у нас там у пули, какие размеры 32 на 32, минус 32, булл пик и k присвоить k плюс 1. То есть мы выйдем из цикла, создав пулю. Здесь мы увеличиваем i. Ну, допустим, так. Всё, здесь в таймере мы добавим обработку стрельбы. If should, then, if delay меньше 30, то delay увеличить на 1. Иначе. Дилей 0. New bullet. Ну, давайте попробуем запустить и поглядеть. Ах ты ж. Чё толку запускать, если у нас пули не рисуются, да? Шултинга. Значит, от 0 до 100. Здесь добавим, если в массиве пуль что-то есть, то только тогда, значит, двигаем эту пулю и рисуем её. Всё, нарисовали. Затем, если, значит, пуля. Залетела за край, то её удалить. Вот теперь можно попробовать и запустить даже. Да, ну, во-первых, нужно поправить по иксу появление пуль. Во-вторых, значит, сделать пули прозрачными. Ну, я думаю, можно и скорость задержку уменьшить. Не 30, а, например, 15. Так. Pick. Friend. True. Затем появление. Значит, новые пули мы сменим. Плюс. Не-не-не-не-не-не-не-не. Сколько у нас там игрок ширины? 65. Плюс 16. Проверим. Ну, вот уже более или менее похоже на правду. Да. Так. Ну, теперь нам нужно добавить примитивного врага. Для того, чтобы добавить хоть какой-то смысл в эту игру. T-Enemy. Новый класс. Следующий T-Animate. Не будем тоже ничего ему там мудрить. Он умеет только лететь вниз. Больше не шиша он не умеет. Ctrl-Shift-C. Вашим домашним заданием будет добавить атаку врага. И, возможно, взрыв. Потому, что уже прошло 20 минут, и я, скорее всего, не успею добавить. К тому же и различные типы врагов. Я пока что покажу, как вот добавить нам, например, вот такого оранжевого врага. Ну, нам понадобится еще один таймер, который будет врагов генерировать. Вот. Так. Значит, добавим npeg массив из тоже трех изображений объекты ну, тоже максимально сотня. Например, если вы захотите, чтобы со временем количество врагов увеличивалось, то есть таймер с каждой секундой уменьшал свой интервал. Ну, таймер, который генерирует врагов. И чтобы их становилось все больше и больше, игра была непроходима. Абсолютненько. Так. Грузим графику для врага. инвиз инвиз Это пик н н а так графику мы загрузили так что тут еще это мы копернем движение врага если в массиве и нами что то есть то мы двигаем его рисуем и если он залетел за нижний край по игреку то успешно его уничтожаем так тому же мы еще и анимацию ему проигрываем вот подобно new bullet значит мы сделаем процедуру new enemy если если в массиве врагов ничего нет то значит можно создать нового врага в координатах рэндом 550 по игреку значит минус рэндом 100 минус 50 и npeg максимальное количество максимальный кадр 2 как то так самом деле цикл неверен то есть если так и не найдет он среди сотни пустого значения то он так и будет дальше продолжаться да то есть здесь здесь еще нужно сделать условия например if i меньше 100 то а иначе к присвоить к плюс 1 чтобы не было у нас зацикливания здесь тоже добавим так что у нас у нас осталось добавить здесь таймер создание врагов и венами давайте попробуем запустим поглядим тут такого мы получили ухты всякие летят страшные дядьки вот это да вот это да я еще смотрю что стрельба начинается с задержкой поэтому мы здесь где 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 вот стреляем до добавим еще you bullet происходит это потому что стреляем мы только в случае когда задержка у нас на 15 до но изначально она равна нулю то есть нам нужно дождаться пока она станет равна 15 вот и от этого происходит задержка так враги у нас летают теперь давайте еще добавим условия значит еще один же и например так цикл нуля 100 если пуля такая существует то начнем проверку да все надо скоростью самолетиков уменьшить врагов так вот что не быстро как-то летает сейчас начнется треш так ширина у нас какая у 32 у пули 32 так если нет это надо ниже брать во избежание галлюцинации нет x плюс 32 больше чем и ты нет x и значит дед x меньше чем врага ширина и по игреку значит он меньше чем врага высота то ген значит во первых удаляем пулю во вторых удаляем врага здесь также нужно добавить новые классы объекты с новой процедуры new эксплода и там значит будет создаваться у нас например взрыв да но это вы уже сделаете сами думаю ничего сложного в этом нет давайте проверим что я тут наворотил такого что говорит чувася я что-то наставил какой-то дури так пробуем ну вот мы можем стрелять по врагам которые исчезают при этом например можно добавить переменную скоро то есть счет и при попадании значит в врага добавлять там счет игроку сейчас быстренько это сделаем то есть на создание счет у нас равен нулю при попадании где тут у нас увеличиваем 50 очков например да так и и и и и ну и в конце где-то там делаем что форма 1 капшин ой какой каскад капшин майку скорая ну вот у нас добавляются очки за попадание по врагам ну и вроде счастье радость игру мы сделали конечно она требует нехилого допиливания да вот я тут вижу как как какой-то глюк с с пулями когда вот например вправо я еду и почему-то бывает вот или влево то есть если дважды нажать на пробел да 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 бредни какие-то неплохо ну в общем есть на чем работать нужно добавить взрывы других врагов значит повреждений игрока жизнь до использовать наконец ведь у него есть такое поле у игрока как health вот ну так или иначе я думаю что я показал как можно реализовать такую игру за час всем удачи и и удачных этих проектов давайте